вот и наступила жаркая пора экзамены и подготовка к ним и сама сдача конечно это стресс и для школьников и для их родителей давайте с этим как-то разбираться может быть кого-то мы сегодня сможем успокоить евгения но стресс же проявляется у разных детей с разными характерами темпераментами тоже абсолютно по-разному как как он может проявиться какие есть варианты мне кажется что дети родители мы с вами очень разное содержание вкладываем вот в это одно простое слово стресс мы на мой взгляд современный московский выпускник и выпускник по всей россии да настолько готов в том числе психологически к процедуре экзаменов что наверное о ярком проявлении стресса говорить не приходится ведь наши дети наши выпускники были уже в этих ситуациях кто-то сдавал экзамены в девятом классе они все сдавали независимые диагностики и поэтому кто-то до участвовал спортивных соревнованиях экзамены сдавал в музыкальной школе поэтому давайте не будем говорить о том что какое-то яркое проявление стресса мы можем наблюдать однако действительно для разных людей обладающих разными индивидуально психологическими особенностями проявления могут быть разные у кого-то это могут быть яркие эмоции но это только в том случае если ребенок изначально был склонен к такому проявлению кто-то кто был допустим сдержан и замкнут наоборот может до чуть больше замкнуться в себе еще меньше проявлять эмоций а тот кто был спокойно уравновешен я думаю продолжит остаться точно таким же даже в стрессовой ситуации так как тема является актуальной многие психологи наши коллеги проводят исследование на данную тему вот коллеги из южно-сахалинска например сделали исследование проявление стресса по типу темперамента и выяснилось что меланхолики и сангвиники легче переносит стресс нежели холерики и флегматики хотя это не типично для для данных групп как родителям вовремя понять что их ребенок не просто немножко волнуется что ну в общем то естественно и логично там перед экзаменом а все-таки попал вот в эту колею стресса я думаю что каждый родитель да хорошо знает своего ребенка думаю что так как родитель никто не знает своих детей и здесь просто нужно быть внимательным и если родитель замечает какие-то проявления ребенка которые раньше ему были не характерны например вот когда как говорилось чуть выше если ребенок замкнут сдержанный вдруг он начал проявлять бурные эмоции или наоборот достаточно эмоциональный открытый ребенок замкнулся то это для родителей сигнал понаблюдать предложить руку помощи и возможно если какие-то до догадки родители подтвердятся что ребенок находится состоянии стресс им нужна помощь то обратиться за помощью к профессионалу а есть какие-то еще способы вот понятно что кто-то пойдет к профессионалу кого-то допустим нет времени или кто-то боится как еще можно помочь себе и ребенку в первую очередь если мы говорим о школьниках вот в этом состоянии но хотя бы вот здесь и сейчас есть какие-то техники методы да конечно можно использовать практику которая поможет собственно ребенку понимать что будет с ним дальше понимать позитивную картину будущего своего это продумать пути отхода так чтобы эти пути планы б были для него позитивными и ничем не хуже чем основной вариант то есть готовим пути отхода успокаиваемся да то есть всех пугает неизвестность убираем неизвестность что как вести себя родителям если они поняли что ребенок в стрессе потому что родители же тоже живые люди они тоже начинают сразу же волноваться переживать я думаю что очень важно кстати вот в этой ситуации какую помощь должен оказывать родитель это сам должен находиться в ресурсном состоянии да и поэтому не просто так в самолете когда мы с вами летим нас инструктирует нам говорят что сначала маску нужно одеть на себя и только потом уже на ребенка очень важно в ком-стоянии находится родитель для того чтобы быть ресурсом и поддержкой своему ребенку важно а не поддерживать разговоры носящиеся негативную коннотацию не заражать ребенка какими-то эмоциями приводить какие-то негативные примеры это совсем не мотивирует если родитель находится не в ресурсе ему нужно с кем-то разделить снять напряжение то с кем-то обсудить это по телефону то точно ребенок не должен стать свидетелем услышать телефонный разговор родителей в котором родитель волнуется высказывает свои сомнения относительно результат вот экология общения да она здесь очень помогает учим поддерживающие фразы внимательно смотрим за нашими детьми за тем как они себя проявляют ну и самый простой совет мне кажется он сейчас звучит практически отовсюду это физическая нагрузка помогает переживать сложные непростые ситуации потому что в момент особого напряжения эмоционального у нас будет выделяются разные гормоны и с гормонами стресс помогает справляться физическая нагрузка момент выполнения физических упражнений эти гормоны используются сжигаются и наоборот выделяются гормоны счастья поэтому как родителю так ребенку рекомендуем не пренебрегать физической активности а вы сказали про поддерживающие фразы да репетируем отрабатываем какие есть может быть несколько самых эффективных простых доступно важно чтобы они были уместны и чтобы они были очень правдивы то чтобы мы это сказали не потому что мы услышали по телевизору или прочитали в газете то что мы действительно это так чувствуем я думаю что в каждой семье есть какие-то поддерживающие вещи поддерживающие фразы которые произносят они привычны важно чтобы ребенку транслировал что мы тебя любим да мы в тебя верим мы будем с тобой рядом независимо ни от чего и здесь мне кажется еще есть какой интересный момент есть альтернативные способы коммуникации вот я сама мама выпускницы прошлого года я очень это использовала а я знала что любит моя дочь что ее порадует что заставит улыбнуться это могла быть простая шоколадка да или мотивирующая карточка которую можно было получить на публичной лекции которые в прошлом году у нас тоже проводили и что-то утром неожиданно она находила на своем рабочем столе и даже без всяких слов она понимала что это проявление заботы любви и поддержки динара как родителям то быть в этом состоянии да потому что на нас получается на взрослых кажется что двойной стресс да то есть и ребенка надо поддержать сами родители тоже волнуются они же не могут ни на что здесь уже повлиять только сидеть и переживать за ребенка да что делать родителям вообще важно разобраться в собственном состоянии собственных ожиданиях от ребенка от себя от своих реакций в этом плане можно сделать очень полезную технику это квадрат да карта до расчертить собственно страничку на 4 кубика и в каждом кубике прописает что будет если все пойдет по плану что чего не будет если все пойдет по плану что будет если все пойдет не по плану и это очень сильно помогает как-то структурировать свои мысли структурировать свои ожидания и принять ответственность за свои ожидания не секрет что темп жизни то у нас тоже такой высокий и часто родителям у родителей нет времени а иногда бывает и такое что дети очень такие самостоятельные уже взрослые конечно к этому времени к 11 классу к девятому допустим чем чревато вот в принципе не не сильная такая вовлеченность да тут то есть не от того что родители там не любят ребенка там а именно нет времени либо он самостоятель он он справится это просто вот обычное очередное испытание если в этом какие-то минусы я думаю что каждому ребенку важно понимать какие у него есть ресурсы и мы сами понимаем что родители близкие люди наша семья это важный ресурс к которому мы всегда можем обратиться да и буквально зачерпнуть оттуда энергии поддержки и любви я думаю что даже занятым родителям которые могут находиться в длительных командировках или занимать какие-то особо важные да посты очень важно чтобы у ребенка было ощущение эффекта присутствия и здесь конечно нам помогают современные способы коммуникации проявление заботы даже на расстоянии у нас сейчас такое возможно у ребенка должно быть ощущение что если что-то пойдет не так у меня всегда есть кому обратиться этот кто-то поможет мне справиться с этой ситуацией и предложит план б как найти баланс между тем что ребенок все-таки должен быть самостоятельным и между тем что где-то надо и пожалеть это еще ребенок я думаю что вот время экзаменационная да вот такая пора это не лучший способ бросаться в какие-то в крайности до говорить что все теперь ты вдруг стал самостоятельным поэтому ты решаешь сам или наоборот если вдруг ребенок был самостоятельный там излишне его опекать и проявлять заботу то есть это как раз здесь у нас должна быть середина до повторюсь что ребенок должен понимать что него есть точка опоры и это родители но при этом он должен понимать что никакой родитель не возьмет на себя ответственность и не сможет выйти за ребенка до прийти на экзамен написать и добыть ему каким-то образом хороший результат но мне кажется что это складывается в отношениях постепенно и поэтому вот экзаменационная пора это не лучший период что-то мешает что-то менять и искать новый баланс но в целом стресс это же любое изменение и ответ организма на эти изменения тяги изменения не обязательно должны быть негативными получается что если родителям резко включается в вот эту вот всю систему то это тоже сразу стресс и это добавляет ребенку стресс то есть мы уже когда начинается то пора когда дети сдают экзамены уже резко ничего не меняем вот уже уже не надо да уже поздно или рано потом поменяем а почему чаще или это может быть все-таки миф чаще ли отличники испытывают стресс хотя кажется что ними все-таки вот перед экзаменами почему волнуются больше отличники отрочники часто такие спокойные уверенные в себе они знают свой балл они обычно на него кстати и сдают тоже пик формы который любой выпускник должен подойти к первому экзамену он складывается из трех составляющих это предметная готовность которая как раз у отличников на высоком уровне но мы с вами знаем разные случаи когда предметная готовность была на прекрасном уровне однако ребенок не показал максимальный результат потому что его физическое состояние до истощение усталость и или психологическое состояние не позволили ему это сделать поэтому все таки давайте говорить про три составляющие которые там важно чтобы они были на определенном уровне на пике формы это предметная готовность это физиологическая готовность когда ребенок приходит на экзамен неистощенный выспавшийся когда он себя физически хорошо чувствует в комфортной одежде да и психологическая готовность это когда он знает что он знает он примерно представляет с каким типом задания он справится что у него есть опыт решать эти задания уверенность и алгоритм на тот случай то если вдруг все пойдет не так то тогда нужно конечно уметь достать карту из рукава психологически и продемонстрировать новый способ решения трудности с которой ты столкнулся а что тогда из этих трех составляющих чаще страдает у отличников потому что вот они у них то чаще вот такие ожидания они не могут сдать вот чаще всего у отличников им кажется что главная составляющая успеха это предметная готовность если ты знаешь биологию от а до я то ты тогда точно сдашь и они упускают в процессе подготовки важные элементы которым да им также помогут показать результат это они не обращают внимание на свое физиологическое состояние и до упускают момент психологической подготовки расслабление переключения внимания получения удовольствия даже в такой период как подготовка к экзаменам это тоже не менее важно вот делают акцент только на одном уровне готовности какие есть советы чтобы снизить вот этот груз ответственности может быть и не только отличникам всем нынешним ребятам до которые должны в этом году сдавать экзамены как снизить этот груз ответственности и соответственно вот этот стресс который за ним идет у родители важно объяснить что независимости от результата до его жизнь жизнь ребенка не будет хуже его не будут меньше любить из-за этого и дальнейшая его жизнь будет складываться в зависимости от его собственно каких-то стараний но никак не от результата и оценки мне кажется очень важно в какой-то момент и родителю и ребенку посмотреть на этот период с точки зрения планирования горизонта планирования временной перспективы потому что многие родители да естественно не старше своих детей и прожив вот этот временной период они понимают оглядываясь назад что это важный этап но не жизнеопределяющий так скажем да понимать что важно но однако всегда есть шанс все изменить и в том числе объяснить это ребенку что перспективе всей жизни вот этот момент несмысло образующий заканчивается ли вот этот период стрессовый с тем что ребенок сдал все экзамены или у нас начинается какой-то новый этап ну естественно мы понимаем что дальше у нас поступление в институт или это колледж ног или продолжение жизни вот заканчивается ли он вот кажется что вот она цель в те сдам экзамены все стресс спадет все прекрасно даже небо облака закат все бежим все классно так ли это нет стресс не заканчивается на моменте сдачи экзаменов и даже не заканчивается на моменте самого поступления и результата этого поступления дело в том что существует такая такой феномен как она мияда когда старые устои они уже отжили себя и не работают новых еще не появилось и ребенок любой другой человек на самом деле в такой ситуации испытывает стресс поэтому это не заканчивается я могу сказать вот да как мама выпускницы прошлого года что напряжение точно снижается и нагрузка на ребенка снижается по окончании до этого периода и дальше ребенок все-таки выдыхает он выдыхает и понимает что я сделал все от себя зависящие мы ждем результатов а дальше все зависит от того выбора который будет сделан поэтому мне кажется что все-таки семьи в этом моменте выдыхают ну у вас еще очень прокачанная семья да надо признать во-первых вы психолог во вторых нам году и в этом году у нас есть лекции для школьников да то есть вы можете это все знали как с этим обращаться не все знают и иногда вот что делать если стресс в какой-то семье не закончился то есть как раз вот она мия да правильно вот если началась она мия как к ней подготовиться ли как не вляпаться в нее скажем так дать ребенку точки опоры многие дети вообще в 16 18 лет трудно выбрать профессию которой ты будешь заниматься все оставшуюся жизнь практически невозможно и как раз ребенку нужно донести что всегда можно что-то изменить что всегда есть возможность откатить назад сделать что-то иначе что в принципе жизнь гибкая достаточно и тогда я так понимаю что мы придем же к варианту как у евгении в семье да то есть все все сдали выдохнули напряжение спала мы дальше уже так доверяемся немножко всему остальному судьбе и прочему какие все таки вот если выделить да и обобщить то о чем мы сегодня говорили вот самые главные советы во время стресса для родителям и детям ну скажем тут уже семьям которые сдают экзамен будем честными все таки в основном нас 7 издают экзамен все дружно волнуются вот что 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 им посоветуете я думаю что нет какого-то универсального совета да мне кажется что каждый родитель в этот период должен быть на расстоянии вытянутой руки со своим ребенком в нужный момент оказать поддержку потому что иногда поддержка бывает излишне и да и это тоже ребенка выводит из этой из этого пика формы поэтому мне кажется что все очень индивидуально важно быть рядом важно действовать по ситуации не давать эмоциям брать верх так все-таки мы остаемся родителями нам необходимо трезво мыслить и не делать лишнего спасибо большое за ваши советы надеюсь что наши зрители обязательно ими воспользуются чтобы этот период подготовки к экзаменам и сами экзамены прошли ну наиболее спокойно для ваших детей и для вашей семьи